В 32-й раз в Омской области прошла юношеская многодневная велосипедная гонка, посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне. В состязаниях приняли участие 93 велосипедистов в возрасте 15-16 лет, представляющие 16 команд из Омской, Челябинской, Кемеровской, Новосибирской и Свердловской областей, Республики Башкортостан, а также из Петропавловска и Астаны. Открылась велогонка 9 мая на площади Драмтеатра гонкой-критериумом, посвященной памяти заслуженного тренера СССР Леонида Живодерова. Символично, что первый этап веломногодневки прошел в день Великой Победы. Сегодня действительно особенный день. Сегодня мы не просто открываем велосипедный сезон традиционно. Сегодня мы не просто открываем всероссийскую юношескую многодневную велогонку. Сегодня мы почтим память этим спортивным мероприятиям наших ветеранов, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. Ветераны велоспорта Омской области сегодня с радостью наблюдают за тем, как в регионе развивается их любимый вид спорта. А традиции проведения соревнований продолжаются. Мы надеемся, что традиции, которые наше поколение, за нами поколение шло, завоевали и в стране, и в мире, они в Омске возродятся. Глядя на этих молодых ребят, молодых велосипедистов, мы верим. Хорошие, лучшие. Тем более, что в Омске строится велосипедный трек-крытый. Я думаю, с его открытием у нас результаты резко улучшатся. Сами участники велогонки в праздничный день признавались. Выходить на старт приятно, почетно, ответственно. Гонка для меня очень много значит. Я недавно приехал со сборов, готов, надо проверить себя, соперников. Настроение позитивное, хорошее настроение, боевое. С хорошим настроением приехала побеждать. В рамках популярного всероссийского соревнования прошли также индивидуальные гонки с раздельным стартом на 3,15 километров, групповая гонка на 20,70 километров. Таким образом, итоги личного и командного первенств подводились по результатам пяти этапов. Лучшим велогонщиком в генеральной классификации стал Айнур Галеев из Центра Олимпийской подготовки «Агидель». Отличные выступили мне. Команда помогла, помогает. Отличная команда. В том году, конечно, не очень. Ну, в том году я не удержал майку на пассивной этапе. Азули меня казаки. А так в этом году все нормально. Второе и третье места также заняли спортсмены Агидели. Александр Борисов и Егор Федоров. Лучшим среди мячей стал Святослав Сорокин с девятым результатом. Работали слаженно. Может, не хватило удачи. Достаточно было везения. Ну и будем работать. Все зависит от нас. И, возможно, будет в следующем сезоне все лучше. Командный зачет 32-й юношеской многодневной велосипедной гонки, посвященной Дню Победы, выиграл коллектив Центра Олимпийской подготовки «Агидель». Второе место заняла «Астана-1», третье – сборная Челябинской области. Омская дружина ОВЦ-2 стала пятой. Очень сложно собрать хороших ребят, потому что все равно яркие ребята, они с характером, очень тяжело. И, конечно, труд очень большой, чтобы их собрать в одну кучу, в одну единое целое и создать мощный коллектив. Все победители и призеры награждены медалями, памятными призами. Турнир прошел на высоком организационном уровне и с прицелом на будущее. Гонки, которые позволяют ребятам подготовиться, это юноши, которые в дальнейшем будут участвовать в сезоне. Планируем, что соревнования, которые прошли 9 мая, в честь Дня Победы у нас на Центральной площади, тоже останутся традиционными. И мы постараемся, один из этапов, дай бог, построим большой велотрек, вести еще на велотреке какие-то соревнования, чтобы это входило в большую программу. И именно с 1 по 9 мая на следующий год мы планируем провести такие же соревнования, пригласить спортсменов из всей страны. И это поддерживать наши соревнования, потому что у нас есть огромные традиции, олимпийские чемпионы и тренеры, которые у нас занимаются подготовкой. Ну и надеемся, что велоспорт еще приобретет больший толчок для развития. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова